Богатый на погодные аномалии ноябрь продолжает удивлять жителей Самары, на этот раз внезапными заморозками. А ведь чуть меньше недели назад город попал под мощный антициклон, с последствиями которого специалисты коммунального хозяйства начали борьбу еще в ночь на 23 ноября. Реагентами и песко-соляной смесью после ледяного ливня обрабатывали главные магистрали города, дороги, дворы и внутриквартальные проезды. Особое внимание уделили подходам и подъездам к объектам социальной сферы – детским садам, школам, больницам и поликлиникам. Оперативно отрабатывались обращения жителей, поступающие в соцсети. На совещании в мэрии, которое провела глава Самары Елена Лапушкина, о проделанной работе отчитались главы районов и муниципальные предприятия, ответственные за порядок в столице региона. Некоторым из них мэр города сделала ряд серьезных замечаний. Давайте пересматривать подход к работе в том, что и в Кировском районе. Неправильно это. Обсудили на совещании в мэрии и итоги проведения капремонта на объектах физической культуры и спорта в 2022 году. Ремонтные работы были организованы на семи объектах. На территории спорткомплекса «Олимп» провели ремонт уличных туалетов и умывальников. В данный момент идет обновление спортивного корпуса «Чайка», который находится в поселке Управленческий. Здесь приводят в порядок спортивные и тренажерные залы, раздевалки. В 2022 году также организован капитальный ремонт спортивного комплекса «Маяк», который находится у нас на Костромском переулке. Напомню, у нас было аварийное состояние, угроза обрушения крыши, поэтому мы приблигли к такому экстренному ремонту, несмотря на то, что мы этот объект подавали в список капитального ремонта на субсидии со стороны области в Минспорт. То есть у нас также запрос сохраняется, поэтому надеемся, что нам доведут средства, чтобы завершить этот объект и сделать из него центр единоборств. Кроме того, в текущем году выполнены ремонтные работы в четырех учреждениях – школах Олимпийского резерва 2, 13, 14 и 17. На объектах провели ремонт внутренних помещений, водопроводов обновили кровли. Работа по обновлению объектов физической культуры и спорта продолжится. Ольга Павло, Николай Пифанов, События.